Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает Лападом. Сегодня речь пойдет о книге Виталия Радчиковича Мелик-Карамова «Неснятое кино». Это повести и речь в основном пойдет об основном заглавном произведении сборника, но прежде всего немножко об авторе. Виталий Мелик-Карамов это не просто спортивный журналист или писатель или деятель киноиндустрии. Это человек, который умеет эпоху, огромное время, с огромным количеством персонажей, с сложной идеологической борьбой, с вещами упаковать, бережно уложить в компактный, очень интересный, занятно написанный текст. И его мемуарного жанра произведения совершенно не выглядят воспоминаниями, не брезгующими ностальгией, эксплуатирующими сентиментальность читателя, вот такого рода текстами. Они выглядят какой-то живой историей, рассказанной в застолье, весело, энергично, рассказанной так, чтобы ты запоминал, почему у собаки Чао-Чао синий язык. Это название предыдущей книги, и уверен, эту фразу, почему у собаки Чао-Чао синий язык, вы не забыть никогда в жизни. Во-первых, потому что это действительно удивительное явление, да, у собак, по-моему, Чао-Чао, еще у жирафа, больше ни у кого. Значит, синие языки, вот, это действительно так, порода такая. А во-вторых, это воспоминания студенческой молодости, брыжущие, искрящиеся какой-то энергетикой, да, хотя там ничего такого особенного нету. Ни тебе, значит, скандальных комсомольско-партийных интриг, ни тебе каких-то сентиментальных ностальгических экскурсов в советское прошлое, ни тебе эротических приключений студентов, значит, в столичном университете на югах, ни в коем случае. Это какие-то вещи, которые повествуют скорее не о биографии, а об ощущении времени, а о его потоке, о течении времени. Это под силу только большому писателю. Итак, неснятое кино, это повесть и своим названием, отрицающим как бы некое событие, и заголовком предисловия, послание в никуда, навевающее меланхолию и грусть. Естественно, эта книга о чем-то, что не сбылось, о чем-то, что не случилось. Но на самом-то деле оно случилось, вот оно перед нами, перед нами блестящий совершенно текст. Если проводить параллели с популярной культурой, то, конечно, вспоминается и А.В. Цезарь, братьев Коэнов, вспоминается, конечно, сериал, мини-сериал современный «Оттепель», хотя речь идет о совсем другом времени. И все-таки не будем сравнивать книгу и сериал, это разные специфические жанры, да. Но кто почувствовал вот эту струнку, да, вот эти вот задетые пласты времени поднятые, да, в шпаликовской оттепели, вот в этом. Почему шпаликовская? Ну, потому что все вокруг этого строится. Вокруг лирики шестидесятников, вокруг вот этих вот кадров знаменитых, вокруг вот этих воспоминаний, да. Значит, Мелик Карамов вспоминает гораздо большую палитру людей, событий, но неснятое кино не распадается на отдельные эпизоды и, значит, фильетоны. Конечно, вы никогда в жизни не забудете, значит, «Медузу», да. Что это такое? Это «Медуза». Ну, это как подкова у вас на счастье. Вот у нас «Медуза». У кого? Ну, у горных евреев. Кто это такие? Ну, это как азербайджанцы, только не азербайджанцы. Вот от такого тут страницами, это можно цитировать бесконечно. Бесконечно. Или, значит, невероятная популярность музыкального театра среди советских партийных чиновников и работников, да. Значит, почему? Ну, потому что контингент актрис такой. Что тут потевать? Ну, значит, длинноногие и очень длинноногие. На такие, значит, их они классифицируются, да. Они, конечно, одним своим видом располагали к этому виду зрелищного искусства. Вовсе не кино является для нас важнейшим из искусств в данном случае. Вот. Воспоминаний много. Смешных, грустных, неприятных. Потому что вот изнанка жизни, она содержит вот эту страшную мездру, в которой очень много неприятного, да. Это чисто человеческие отношения. Это счета всех попыток. Не будем забывать, что сценарист – это человек удивительной профессии. Это как если ты создаешь некое детище, вот модель, макет здания будущего, да. И, или эскиз, да. А потом приходит еще, там, не знаю, 70 человек, располагаются таким шумным табором вокруг и начинают поливать, доклеивать, доделывать, так далее, все. А когда ты говоришь, да-да-да, вот там вот еще, иди-иди-иди отсюда, все-все-все. Я писал, да, сценарий уплывает из рук сценариста к режиссеру, к постановщику, значит, к продюсеру. И дальше уже с ним творится совершенно невозможно представить себе. Это очень сложное ощущение, когда твое вымученное, выращенное, значит, вдохновением наполненное детище превращается, значит, в совершенно другое произведение. Может быть, тоже прекрасное, но чужое. А может быть, свое. Вот как сложилась судьба сценариев, тоже можно прочитать в неснятом кино. Ну и, наконец, две прекрасных, совершенно киноповести. Я очень условно обозначаю их жанр, потому что это, конечно же, проза, а не сценарий. Это, конечно, проза повествовательная, а не киноповесть. Но ощущение кадровости, раскадровок, ощущение того, что это делалось очень зримо, так, чтобы это можно было снять, ну и, конечно, остается. Они динамичны, остросюжетны, пересказывать их поэтому ни в коем случае нельзя и доставят максимум наслаждения тем, кому нужна тугая пружинка фабулы в каждой книге. А неснятое кино – это, прежде всего, конечно, книга об ушедшей эпохе и о специфике очень-очень непростого, такого разного, такого вечно живого, бурлящего, значит, мира киноиндустрии. Спасибо за внимание. Читайте, наслаждайтесь. Неснятое кино издательство «Время» Виталий Мелик Карамов.